Авторадио Давай Во-первых, я играл на кларнете с детства Информации о других кларнетистах, играющих, звездах Когда я был маленький, я никакой не имел У меня был только старший товарищ Сейчас он преподаватель консерватории Профессор Валерий Березин Который мне дал, собственно, кларнет Но я никогда не слышал, как он играет Потому что он был в Доме пионеров Куда я пришел мальчиком Мне было там 11 лет, 12 Когда мне дали кларнет в руке И у меня как бы так не получалось Я всегда Мне повезло в том смысле, что я Всегда играл в оркестре с более хорошими музыкантами Чем я в детстве И к ним тянулся, и мне это очень нравилось И, очевидно, поэтому я и стал музыкантом После школы Сергей закончил училище Ипполитова-Иванова Потом Гнесинку Далее служил в вооруженных силах В музыкальной роте Участвовал в трех парадах на Красной площади А когда отлучался в самоволочку То порой тоже для того, чтобы поиграть На музыкальных инструментах Например, на съемочной площадке фильма Место встречи изменить нельзя Это как бы опять из мухи слона Я почему никогда бы... Ну, я сказал, что вот я рассказывал про самоволку Когда мне позвонил Виталик Мой непокойный, близкий очень друг детства И говорит, слушай, вот там наш шеф Мы вызвали дежура Приглашает, там деньги заплатят Типа, ну, массовка В кино снятся оркестры в ресторане Я приехал на площадку, меня одели там Костюмы Я сидел тогда Люлявский, он же Фокс Выбрасывал официантку в окно Вот я там на заднем плане После места встречи Сергей снялся еще во многих фильмах Да и вообще спектр его интересов достаточно широк Но, разумеется, в основном касается музыки У Мазая, как и у всех участников морального кодекса, масса проектов Играет симфоническую музыку В кларнитовом дуэте с Игорем Федоровым и с Моцарт-квартетом У него даже собственный оркестр есть Музыкант не скрывает, что занимается этим, чтобы больше заработать Хотя и учат они его тоже многому В свои 52 Сергей Мазаев очень образован И еще очень жаден до знаний Я преклоняюсь перед любыми знаниями И перед любым умным человеком, который Я вообще учителей всегда благотворил Потому что я, в общем, я такой благодаря своим учителям Да, в мире рок-н-ролла нашего российского Мы где-то одни из там десятки первые По качеству исполнения и так далее Но если брать музыкантов классических или даже джазовых У нас мы джаз не умеем играть так, как они, и классика тем более Я-то вот сейчас, может быть, подтягиваюсь куда-то там на уровень второго-третьего курса А так, в общем, это очень сложно Вы себе даже не представляете Потому что музыка — это эмоция в чистом виде Понимаете, и управление эмоциями на очень тонком уровне — это невероятно сложно Вам доводилось бывать на живых концертах морального кодекса? Мне неоднократно Они с первых аккордов заводят любую публику И в дорогих костюмах, и в джинсах Кого в группе не возьми И Сергей Мазаев, и клавишник Константин Смирнов, и барабанщик Юрий Кистенев, и басист Александр Солич Который во время нашего разговора бюллетенил со сломанной ногой Все музыканты — экстра-класса Особо следует отметить руководителя моралистов Композитора и автора текстов Николая Девлет-Кильдеева Который в шутку посетовал на то, что играть с такими профессионалами И просто, и сложно одновременно Ну, я могу рассказать про песню «Первый снег» Я когда ее принес на репетицию, я помню первый раз Все сказали, нет, вообще это не годится никуда И вообще-то никто не будет слушать Ну, в принципе, все были не очень довольны А песня получилась хит И до сих пор ее крутят И люди ее с удовольствием слушают Кильдей написал музыку почти ко всем песням морального кодекса Многие артисты приглашают его, как одного из лучших гитаристов страны Поиграть в своих песнях не только на гитаре, но и на балалайке Помимо кодекса у Николая есть еще одна группа — Стратосфера Которая исполняет инструментальный серф Для нее он тоже пишет музыку Интересно, как в одной голове помещается столько нот? Я не настаиваю на свое мнение, может быть, оно ошибочное Но я считаю, что музыкант настоящий Он должен быть немножко такой болезненный человек Ну, не может быть, понимаете, такой вот клерк В белой рубашечке такой по утрам бегает И поэтому как-то рубит... Ну, все-таки, чтобы какой-то выдавать продукт Какой-то неординарный, надо быть каким-то немножко В меру шизофреничным человеком немножко... Ну, вы знаете, что все музыканты и все великие группы Они, ну, как это не ужасно Они все или пьяницы какие-то, алкоголики Понимаете, там, Роллинг Стоунс Но они, конечно, сейчас вылечились Это у них просто... Сейчас у них это огромный бизнес большой Они не могут себе позволить все испортить Но, в принципе, они пьяницы-алкоголики И дебошира Вот как это не ужасно Поверьте, Николай знает, что говорит Крис Кимзи, саунд-продюсер, работавший с Роллингами Продюсировал один из альбомов Кодекса Кстати, в группе уже давно отказались от рок-н-рольных слоупотреблений Мазай вообще почти 10 лет как ними Это могло бы быть одним из пунктов нового морального кодекса россиян 21 века А главную мораль, которой непременно стоит прислушаться, нам озвучили Девлет Кильдеев, Смирнов и Кистенев Страна стала богаче, люди стали жить лучше, все ездят на машинах Не голодает никто, в общем-то, по крупному счету И, ну, люди как-то добрее не стали Поэтому я считаю, что главный кодекс какой-то сейчас должен быть Это, мне кажется, доброта какая-то по отношению Но доброта и человечность Мне кажется, что надо наконец перестать жителям России делить друг друга на чужих и своих Постараться как-то объединиться, несмотря на все разногласия И полюбить друг друга Абсолютно одобряюсь О том, что будет дальше Во второй половине текущего года моральный кодекс выпустит новый альбом Хотели раньше, но перфекционизм требует поработать еще К тому же готовится к выходу клип на песню «Славянские танцы» и DVD с юбилеев группы и солиста Только прошу вас Купите лицензионную продукцию Впишите это в свой моральный кодекс Авторадио Звезды Авторадио Звезды Авторадио